Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Соловьев, а за моей спиной находится осенняя штормовая Балтика. Однако, я думаю, что это не помешает мне рассказать вам то, о чем я собираюсь рассказать прямо сейчас. О том устройстве, на котором производится запись. Так получилось, что пользоваться этой камерой я начал даже раньше, чем фактически сейчас рассказываю о том, как это работает. Я получил ее в конце августа и буквально через несколько дней улетел на Ифе в Берлин. Возможно, вы уже видели анонс, который я снимал как раз на нее из автомобиля. Там я ехал, и вы могли смотреть вокруг, направо-налево, и видеть, что происходит вокруг. Итак, штука эта называется LG Cam 360, выпускает ее компания LG Electronics, а полное название еще R105. Чтобы понять размер этой штуки, я покажу вам ее, можно так сказать, чехольчик. Жесткий кейс, в который она одевается, и спрячется она в нем практически целиком. Длина самой камеры меньше 10 сантиметров, ширина где-то от 4 до 2,5. Самый большой кайф заключается в том, что, одевая в такой жесткий кейс, камеру можно засунуть в карман и просто про нее забыть. Таким образом, она всегда оказывается у вас под рукой в нужный момент. Как это все выглядит? Значит, две линзы, два объектива стоят друг напротив дружки. Каждая из них имеет охват 208 градусов. Таким образом, получается, что сферы друг на другу идут захлестом. Вот сейчас я перешел на заднюю камеру, и фактически склейка идет прямо на лету, в ту же самую секунду, когда вы смотрите это видео. Камера имеет разрешение по 13 мегапикселей. Картинка, соответственно, фото получается 26, ну, в сфере, если так можно сказать. Видео пишется в формате 2К. Что еще? Сбоку находится кнопочка, она выбирает режим съемки, либо одна камера, либо вторая, либо все вместе. Подключается все это через смартфон. Поддерживается устройство на iOS и Android, то есть iPhone в том числе в теме. Аккумулятор 1200 мАч, он не съемный, находится внутри, и обеспечивает съемку примерно на 70 минут по заверениям производителя. Да, я не скажу, что сама камера весит всего лишь 76 граммов, что, конечно же, очень мало и практически незаметно. Так, я много снимал на нее и фото, и видео, причем фото вы можете найти у меня на Фейсбуке, там есть куча панорам, в том числе из вот таких вот живописных местечек. А что касается видео, то я снимал днем и ночью, я снимал фейерверк, кстати, опять-таки на Фейсбуке есть шикарный совершенно салют. снятый на эту камеру, все-таки видео хуже, чем фото, несмотря на то, что заявлено 2К, там 4К, 10К, пофиг. Проблема в том, что видео так, ну, тянет максимум на HD 720, не больше. Каких бы условиях не производилась съемка, а если темно, то еще хуже получается, к сожалению, это так. Теперь, тататататам, это уже не первая камера такая, которая побывала у меня в руках. Летом я снимал обзор на шарик, который называется Samsung Gear 360. Обе эти камеры были представлены на мобильном конгрессе в Барселоне весной 2016-го, и тогда мне показалось, что LG такой гадкий утенок, а Samsung это такая офигенно крутая штука. Вот такое первое впечатление у меня появилось. Потом я его полностью изменил, практически наоборот. Дело в том, что по качеству картинки, несмотря на то, что у Samsung заявлено 4К, а здесь 2К, как я уже сказал, снимают они почти одинаково. Второй момент. У Samsung очень часто получается так, что обе камеры не могут никак договориться между собой по экспозиции. Однако, в LG такое почти не бывает. Где бы я ни находился, и как бы все ни происходило, в зависимости от разного света, вот сейчас я закрыл, свет сейчас открыл, получается всегда кайфово. И по большому счету, кроме не очень высокой детализации, претензий у меня нет никаких. Ну и плюс ко всему, вот такой шарик, ну просто надо думать, куда его положить. В карман, в сумку, а плоскую, узкую камеру LG засунул в карман джинсов, и она абсолютно там растворилась. В чем фишка? Samsung продается официально, а LG никак не может разродиться с продажей этой камеры. По состоянию на начало октября, она до сих пор в официальные продажи в России не поступала, хотя была заявлена цена 19,990, где-то еще летом. Я на сайте LG ничего про нее не нашел, кроме анонса. Поэтому, уважаемая компания LG, наконец-то начните ее продавать, потому что это прикольно. Да, забыл сказать, у нее три микрофона, и звук пишется в формате 5.1. Вы можете слышать, как ревет море, и как дует ветер со всех сторон. Я купил эту камеру в Штатах, на Амазоне. Обошлась она в 179 долларов. Это полная халява, чуть больше 10 тысяч рублей, и вы получаете вот такое вот чудо. Это совершенно фантастика. Я считаю, фантастика по ощущениям, которые эта камера дает на картинке. Фактически получается так, что вы присутствуете внутри сцены и являетесь куском этой самой сцены. Какие плюсы? Наверное, это все-таки самая дешевая подобная камера на рынке, потому что профессиональные решения стоят просто на порядок выше. Первое. Второе. Аппарат очень компактный, удобный, кайфовый. Управляется со смартфона, как я уже сказал. Есть, правда, один нюанс. Картинка транслируется где-то на расстоянии метров, наверное, 5. Тогда как, если мы отходим, этот самый лайф-превью почему-то исчезает где-то, опять-таки, метрах в 5-7. Но управляться камерой, останавливаться, запускаться продолжает быть совершенно нормально. Не знаю, с чем связан такой дюйм. Что еще? Объемный звук я уже сказал. Значит, это, пожалуй, да, это все плюсы, которые есть. Где это все работает? Смотрите. Сейчас есть несколько сервисов. Во-первых, вы можете одеть виртуальный шлем и видеть все это в 3D. Во-вторых, вы можете загрузить это на Facebook, где есть и панорама фото, и, собственно, видео тоже в 3D. Дальше YouTube, где вы сейчас все это видите, тоже поддерживает 3D абсолютно без проблем. И третий момент – это Google Street View. Панорамы, фото панорамы можно выгружать на улицы города или в любые другие места. Причем там есть даже режим интервальной съемки. Прикрутил себе на шлем эту хреновину. Идешь, и она там через несколько метров делает пыльное фото, которые сшиваются в одну красивую историю. Вот такая вот прикольная штука. Я надеюсь, что чем дальше, тем больше их будет появляться. Потому что это реально круто. Насчет недостатков. Их парочка. Первое – это видео все-таки так себе, несмотря на заявленные 2К. Это все-таки не 2К. Ну и реально мало сервисов в жизни, где можно посмотреть такое видео на обычном телевизоре. Вы, к сожалению, ничего не получите. И это, увы, не ах. Ну и напоследок хочу сказать, что я вообще ужасно не люблю дурацкие селфи. Но с этой штукой получается, что ты можешь делать селфи, как бы являясь куском сцены. То есть в антураже себя можно найти не обязательно на переднем плане. И это круто. Мне это все очень и очень нравится. Так что я ставлю абсолютно 5 баллов. И на 300% камера оправдывает свою небольшую цену. Ура! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok